доброго всем сегодня на канале выходит очередной ролик из цикла с чего начинать ремонт головки капремонт гбц для тех кто только присоединился к просмотру поясню что в данном цикле видео мы начали поэтапно рассказывать как мы у нас цеху делаем ремонт гбц мы не претендуем на эксклюзивность нашего ремонта а лишь повторяюсь показываем как мы это лично делаем вы естественно можете с этим соглашаться или нет это ваше право а в данный момент это третий вводный ролик с общими понятиями без нюансов и каких бы то ни было тонкостей к ним постепенно от ролика к ролику мы обязательно подойдем в этом цикле сегодня в данном ролике мы коснемся темы клапанов головки блока цилиндра конечно вновь таки это вводная часть по клапанам и позднее мы обязательно еще не раз вернемся к этой теме и подробно разберемся что как и почему мы должны сделать с клапанами на этапе ремонта и так клапаны которые будут установлены в отремонтированную головку блока цилиндров требует себе не меньшего внимания чем там стулки скажем и все два клапанов старые клапаны обязательно необходимо проверить не исключено что они имеют незначительный износ и вполне работоспособны что же включает себя проверка клапанов я всегда начинаю проверку с измерения диаметра стержня клапана затем проверяю его деформацию износ фаски и торца стержня износ стержня контролируется в трех сечениях по высоте и он не должен превышать 1 2 соток иначе клапан подлежит обязательной замене смотрим на ножку клапана как видим ножка клапана неравномерно изношена по всей высоте износ отсутствует зоне сухариков а вот максимальный износ находится в зонах повышенной работы клапана во втулке очень характерно это видно вот на этом клапан эти светлые места и есть те зоны повышенного износа как видим во время работы клапана он двигается вверх вниз и опирается этими местами светлыми а края втулку поэтому эти части подвергаются большему износу а значит изомер следует проводить именно в этих местах также требуется убедиться что тарелка клапана не имеет трещин всевозможных прогаров и иных дефектов нужно быть предельно внимательным это только на видео сейчас вы видите визуально четко обозначенные места прогаров и трещин а по большей части трещины едва заметны тонкие как волосинка и не всегда их можно сразу обнаружить обязательно следует обратить внимание на сам стержень клапана он не должен иметь забоин и дефектов в верхней части подобные дефекты часто появляются в результате так называемой ударной разборки примеру когда клапан рассухаривает подходящей шестигранной накидной головкой и ударяет по ней молотком или аналогичным способом примеру данный клапан двигателя из qr-477 от черри головка к нам приехала в разобранном виде и мы видим у торца клапана характерные риски таки да по словам клиента именно так он и рассухаривал свои лапы узком трубы и молотком что касается проверки деформации стержня то для данной операции служат специальные измерительные приспособления с их помощью легко определить биение фаски относительно стержня клапана у нас вот такое приспособление собственного изготовления которое по силам принципе сделать любому мастеру я сейчас говорю конечно же ежедневной работе механика потому что для измерения биения единоразово можно использовать различные другие способы том числе и патрон станка с индикатор а я же вернусь к биению и цифрам и если биение превышает 35 соток то такой клапан считается деформированным и подлежит замене хотя в некоторых случаях погнутость все же можно исправить конечно же на свой страх и риск об этом и о замере биения я уже как-то рассказывал в одном из предыдущих роликов кого это заинтересовало переходите по ссылкам в описании подруже для двигателей с гидротолкателями особое значение имеет износ фаски клапана дело в том что ремонт фаски клапана и седла приводит к утопанию клапана фактически его уходу стержня вверх относительно головки блока это может стать причиной нарушения работы гидротолкателя их плунжеры будут иметь слишком малый ход во втулках из-за чего клапаны способны зависнуть в открытом положении при работе двигателя это естественно будет чревато тем что в цилиндре не будет компрессии и прогорят клапаны если износ и деформация клапанов не велики то их фаски и торцы доводятся на соответствующих шлифовальных станках для правки фасок существуют и другие ручные приспособления такой станок есть и у нас на вооружении и вновь мы о нем уже подробно рассказывал как и подробно объясняли сами процессы обработки фасок и плоскостей клапанов традиционно все эти ссылки вновь таки будут в описании под видео во всех же остальных случаях клапаны необходимо заменить на новый однако и здесь ремонтника могут также поджидать опасности и разного рода подводные камни первое чем надо сказать это большое число модификации клапанов на некоторых иностранных двигателей при этом у клапанов могли измениться не только диаметр тарелки длина и диаметр стержня но даже размеры и число каналов для сухарей кроме того изменением иногда подвергается и сам материал клапана тип его покрытия стержня и фаски исключить ошибки поможет конечно же грамотная работа с каталогами производителей и личный опыт моториста производители клапанов изготавливают клапаны двух типов цельные и сварные биметаллические цельные клапаны из одного материала обычно жаростойкая сталь должны они противостоять и тепловому воздействию горячих газов на тарелку и механическому износу с ростом форсирования двигателей выполнить эти требования одновременно в одном материале затруднителя поэтому широкое применение нашли биметаллические клапаны у которых тарелка из жаростойкого сплава сварена в стык со стержнем из легированной стали такую конструкцию чаще всего имеют выпускные клапаны вот на данном видео вы видите клапан и видите сам стык здесь магнит берет ножку клапана а головку клапана нет вот в этом месте магнит отпадает в этом месте и есть тот сварочный шов для увеличения износостойкости фаски в условиях высоких температур и агрессивной среды газа на нее нередко наносят покрытие из твердого сплава стержень же для повышения износостойкости иногда хранирует а его торец у всех без исключения клапанов закален обычно применяется закалка токами высокой частоты так называемая твч основная задача мотористов при замере клапанов выбрать именно такие клапаны какие стояли в движке с его так скажем рождение очевидно замена родных клапанов на более дешевые варианты а также использование клапанов сомнительного происхождения это вы сами понимаете прямой путь к повторному ремонту головки блока цилиндров причем в скором будущем такому же результатам может конечно же привести неаккуратность в работе персонала этого примеру набивания кирном на тарелках клапанов различных меток когда нумеруют 1 2 3 4 5 или попадание в отверстие направляющей втулки абразива он способен быстро слезать со стержня даже самое твердое хромовое покрытие и будут вот такие вот проплешины как на этом клапане а теперь я вам дам ориентировочное значение зазоров между стержнем клапана и отверстием направляющей втулки очень часто вы об этом спрашиваете задаете этот вопрос конечно же это усредненное значение естественно что у каждого производителя есть свои каталожные зазоры мануальные вы можете ориентироваться на это это усредненные и они как правило подходят под все модификации двигателя я конечно же о зазоре обязательно выпущу отдельное видео мы подробно расскажем как зачем и какой зазор нужно делать теперь когда с клапанами все ясно можно приступать к ремонту все дел но об этом конечно же я расскажу вам в будущих роликах а на этом все оставляйте комментарии кидайте до нас задавайте вопрос отвечу и без аварийных вам поездок